В свое время, в свое время, до 2013 года я проезжал мимо нашей онкологической конторы и думал, что меня сюда не призовут. Но в 2013 году, а до этого еще очень много времени, подряд у меня давление прыгало вверх и вниз, и никто ничего не мог понять, и меня капали неоднократно. И только потом уже одна женщина, которая сказала, что поехали, сделаем КТ, и в результате оказалось, что у меня рак мозга. Сначала мне сделали операцию в другой структуре, в нашем городе, естественно, где мне сказали, что у меня Г-2 крупнозерновая астроцитома. Но, может быть, это было хорошо. Я приехал сюда, мне сказали, что примерно 7 месяцев я проживу. А дело-то было 27 марта 2013 года, когда мне сделали операцию. После того, как мне сделали операцию, у меня полностью испарились все мои искусственные рефлексы. Я даже не знал, как зовут мою супругу, и не знал, как зовут Виктора Филиппа Чарашникова. Хотя я на него очень много работал, практически 9 лет. Потом потихонечку все это дело восстановилось. Но за радиацией я поехал не сюда, я поехал куда? Я поехал, естественно, в одну из лучших клиник Российской Федерации, в которой были радиационные загрязнения. Если вы не понимаете, я объясню. Это, естественно, в Челябинске. Я туда и поехал. Там посмотрели нашу гистологию и сказали, что у меня мелкодисперсная струна Г3. А после всего этого дела я там, естественно, заболел неоднократно, бегал туда-сюда. То есть здесь при мне человек умер, у него убрали аппарат поддержки вентиляции легких. Когда я лежал, а он прямо перед нами слева лежал, и он ушел на тот свет, хотя там иконы, но не помогли ему иконы. А при мне уже в Челябинске я прошел рядышком с человеком, если бы секунды буквально хватило, ровно секунды, я прошел мимо него вот так, а он грохнулся вот так сзади себя и все, и в лохмоте. Ну, то есть я кое-что в этой жизни видел, и не думаю, что каждый первый из вас-то увидел в природе своей. Но после этого я поехал куда-куда, я поехал в Турцию. Да, я не противник, что мне ровно в половине денег помогли наши товарищи. Они должны понимать, что, конечно же, из разряда того, сколько я денег в себя вложил, вы мне реально помогли. И куда я сейчас езжу, это тоже самая помощь. Потому что, как бы вам сказать, я работаю для вас, я работаю для вас естественно, я вам показываю то, что мы можем жить. И когда я приехал в Турцию, мне сказали, ну-ка привези гистологию, я маму выслачила, она мне привезла гистологию и сказали, что у меня глиобластома. Не дай-то бог, не дай-то бог, не дай-то бог, не дай-то бог вам залететь с раком, естественно. Не дай бог, не дай бог, самым нехорошим заболеванием гистологии это вообще очень плохо. Естественно, я отделюсь. Теперь давайте все-таки поделимся, сколько денег я трачу. Чтобы вы были спокойными, я трачу деньги постоянно на свое здоровье. Потому что глиобластома это такая штучка, которая очень быстро вас расколбасит 100%. Мне, естественно, люди сейчас помогают, потому что я вас прошу, дайте мне немножко денежков. Я попрошу других людей, если они помогут, естественно. Кто мне помог? Рафаэль, директор Альфа-центра. Естественно, он мне сильно помог, я ему также помогаю. Мне очень сильно помогла Инна, директор магазина под названием Орион. Она мне тоже помогла, спасибо ей огромное. Если мне поможет Виктор Филиппович Рашников, я, естественно, помогу. Другой человек, которому я сделал материал, не помог. Но это их не проблема. То есть я им отдал 840 минут эфира бесплатно. Но в любом другом случае мне говорят, почему бесплатно, потому что я отдал за грамотные отношения. Наши грамотные отношения к вам, естественно. Так что живите спокойненько. То есть и каждый божий день, если бы я еще туда включил пчелы, которые у меня есть, и у деда Сережи есть пчелы, то сумма, которую я тратил бы каждый божий день, каждый божий месяц, она бы обошлась в 3000 рублей. То есть из моей пенсии я подачу 3000 рублей на свое лечение. Клево? Да, покакаться просто. Но давайте все-таки определимся. То есть наверняка я кому-то уже перегрыз. Именно поэтому меня отсюда отправили в другое место, где я должен типа проходить МРТ. Почему, непонятно. Ну вот меня, собственно говоря, сюда и отправили. Медсанчасть поликлиника номер 2. К слову о том, что я здесь и лечился. Когда мне делали операцию, это было в промежутке. Меня там сковали, естественно. То есть в принципе я не хотел, чтобы мне сделали операцию. А потом, когда увидел, что со мной рядышком лежит человек, с левой стороны, естественно, у которого вторую операцию сделали, и типа все в порядке, именно после этого я сказал, давайте будете делать мне операцию. Давайте все-таки определимся, куда я приехал. В свое время это было то самое место, где в единственном состоянии души и тела были МРТ. А для того, чтобы раньше сюда пройти на МРТ, это такой геморрой был. По самые кривые помидоры, это просто тюнинг. Ну уж хорошо, меня сюда отправили. Я переговорил с начальником, ну с топом. Естественно, вы думаете, что тут все немножко по-другому. Все очень сильно поменялось, и это может быть хорошо. И он сказал, что в принципе они здесь делают МРТ, но МРТ не определяют. А МРТ отправляют куда? МРТ отправляют в Москву, где куча хороших московских специалистов определяет эти данные и дает вам грамотный ответ. Я был бы не против, чтобы меня в свое время сделали такое же мое обследование в Санкт-Петербурге, где я в свое время, пока еще здесь ничего не было, вместе со своим сыном сделал. Все это время было на курортной поликлинике. На курортной поликлинике были два МРТ. Одно и второе. Это уже после того, как мне сделали операцию, МРТ появились во всем городе. Только читать у нас не все умеют. И я, поговорив и подумав, решил немножечко дать возможность нынешним здешним онкологам понять, что такое лечение глиобластомы. Я, естественно, им все-все-все положил от и до, где, чего, как сроду. Но потом оказалось другой вариант. Потом оказалось, что в этой онкологической, в смысле в этом, вот там сейчас я в тот центр подойду, покажу вам, естественно, снаружи, естественно. А что у меня? У меня снаружи нельзя колбасы ныть, да, внутри можно, а снаружи не получается, да, ведь это я называется умный телевизор. Ну да ладно. И оказалось, что всего лишь один человек от онкологии может пройти обследование. Что это? Что это? Что это такое, а? Вот нас сюда и отправили. Вот здесь, здесь. Тут в момент еще располагался единственный центр МРТ-технологий. Мне сделали тогда. А после этого количество МРТ и подсканирование это было очень много. Я, естественно, фоню, потому как мне добавляют контраст, потому что без этого никак не получается проследить мою замечательную опухоль, которую, кстати, никто не удалил. Но в связи с тем, что я ее вовремя подцепил, используя не только радиацию, нет, 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 зачем? Радиация это была отдельная тема. Уже потом я ровно год сидел на темодале. Жесть! Как я блевал с первый раз. 25 заходов у меня было к такому штуковину под названием унитаз. Слышали про него, да? Вот меня там рвало как суслика. Потом мне дали. Естественно, я брал не тот темодал, который у нас, потому что тот темодал, который у нас, темазоламид. Темазоламид, он выпускается как дженерик, выпускается, естественно, в Китае, используется для стерилизации, домашних животных. Клево, да ведь? Так вот, все остальное, естественно, то, что я, чем я продолжаю лечиться, это то же самое, что вы бы не догадались. Но оно работает, естественно. И вот тут маленький есть нюанс. Почему один человек сказал, что всего лишь один человек в день от онкологии должен пройти обследование? Либо он немножко не доезжает, но хорошо, я ему немножко доложу до его умного сведения, потому что это же умный человек сказал, что один человек от онкологии должен получить обследование, что у нас смертность от онкологии везде и всюду, во всем мире. Это примерно 65%. Нет, что, не слышали, что ли? Зря, кстати. потому что у моего дяди, ну, тот, кто руководит городом, был брат. И он уже на том свете. А я и того, и другого очень, очень хорошо и знал, и знаю, да и буду знать. Потому что, если бы нету дяди, мы бы сидели в свое время и дорог бы у нас таких хороших ему не было. Я бы, конечно, попросил бы, чтобы товарищ включил свои мозги, хотя мозги-то у него есть, и понял, что, в принципе, один человек от онкологии не должен проходить здесь, а минимум пять или десять, и тогда очередей бы не было. Вот о чем я думаю. Может быть, я не прав или я прав? А?